В розыгрыше Кубка Федерации, в общем, у нее были проблемы, которые не позволили ей показать тот теннис, который от нее ждали. Сумеет ли она это сделать сегодня, трудно сказать, ей непросто, потому что, обратите внимание, Шарапова ведет во встрече с Самантой Стосур 7-0. Не проиграв ни одного матча, играли они довольно много. Ну и последняя игра, совсем недавно состоявшаяся в Майами, принесла победу Маше довольно легкую, 6-4-6-1. Но это было на хардкорт. Специалисты, да и мы сами знаем, что, как ни парадоксально, что лучше всего как раз, успешнее во всяком случае всего, Саманта Стосур выступает как раз на грунтовых кортах. Хотя у нее в активе и нет побед на грунтовых кортах. Она однажды выиграла в Чарльстоне в прошлом году, но считается это корт тоже грунтовый, но это очень условное понятие, потому что он зеленый, американский. Динара Сафина в 2009 году была чемпионкой, дважды побеждала Елена Янковича, дважды выигрывала Амелия Моризмо. Чемпионкой была Мартина Хингис, Ким Клейстерс и в прошлом году совсем Рихосе Эмория Дина Горидо. Горидо Сфейдер, это уж вообще было совершенно неожиданно. Вот, ну да, вот среди победительниц одно российское имя, это Динара Сафина. Мы узнали, вот, к сожалению, о том, что Динара на какое-то время прервала свою спортивную карьеру. Это что такое, да, я уж испугалась. Это поехал стекло вниз и получилось, создалось ощущение, что опять пошел дождь, что совсем бы не хотелось. Нет, это не так. Просто это такой обманный эффект для того, чтобы немножечко нас припугнуть. Итак, разминка закончена и игра начинается. Итак, Динару мы, видимо, не увидим в ближайшее время, но хочется верить, что она еще вернется. Она все-таки еще совсем юная, молодая теннисистка, у нее еще большое спортивное будущее. Итак, Стосу подает, Шарапова на приеме. Динар 15. Ну, психологически, конечно, Маше сегодня легче играть, чем накануне. Накануне для нее был очень тяжелый матч. И все прекрасно понимают, как психологически сложно играть с теннисисткой, которая тебя намного моложе. А все-таки вознятки игрок как бы уже другого поколения, с одной стороны. Теннисистки, которые ты проигрывал подряд 20, это тоже было. Ну, и теннисистки, которые занимают место в рейтинге гораздо выше себя, это тоже неприятно в Маше вдвойне, потому что она была на этой позиции, и, конечно, ее это не может не беспокоить. Но она все это выдержала, преодолела, и сегодня, играя со Стосур, я не думаю, что психологически у нее должны быть серьезные проблемы. Другое дело, если Стосур будет играть очень хорошо, вот Дэвид Тойлер, тренер Саманты. Причем эти пушечные удары, стремительнейшие удары, которые выполняет Маша, они как бы так легко у нее получаются, так словно для других теннисисток Стосур своей подачей не создавала какие-либо трудности. А ведь на самом деле у Саманты очень неприятная для приема подача, с различными вращениями, мощная и достаточно сложная в исполнении. Но пока это не будем обольщаться, пока это так. Первый гейм легко выигрывает Шарапова, но есть такое ощущение, что Стосур еще не вошла в игру. Каждый по-разному готовится к матчу, и вот это ожидание трехчасовое, они по-разному его переживают. Может быть, Маше это далось проще. Она здесь со своим бойфрендом. Впервые она приехала с этим молодым человеком. Вообще, впервые приехала с молодым человеком на крупнейшие соревнования. Вот это ее тренер Томас Хогстед. Обычно сзади, чуть-чуть за спиной у Хогстед сидит вот этот вот ее молодой человек. Сам спортсмен, профессиональный баскетболист, поэтому активно очень болеет и активно страдает и переживает. Не справляется с переведом. Вот он. Саша Вуячич. Вторая ошибка на перерыве, Саманта, 30-0. Еще одна ошибка на перерыве. Шибка. THERE cigar个! КОНД РИТС, СТРИГОВ НА ИГРАЕТ С meter. СТРИГОВ НАИГРАЕТ СЕН中 scratch volume 10 колеса и medida! Шибка! Ну, молодец, Маша. Она даже сыграла в непривычной для себя манере слёта. Чувствует себя комфортно, спокойно против стоса. Не ждёт никаких неприятностей от неё. Может быть, неплохо читает её игру. Отличный перевод. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. на приеме на приеме не совсем удачно сейчас сыграла маша но ей лишь показалось что мяч все-таки попал да и судья на вышке изменил чистых очков посмотрите маша выиграла 10 а 140 всего лишь одно очко пока такое странное начало для саманты даже наверно было двойно не сует и а и и и и и и и не может никак пока войти в игру австралийская теннисиста шарапова это в общем дается гораздо проще мы видим перестала очень сильно прижимать локоть к своему боку маша немножечко приподнимает его это делает ее удар гораздо более свободным потом очень хорошая концовка сейчас при ударе справа ей этого явно не хватало в предыдущие вот месяцы в течение последних лет потому что возможно вполне возможно майкл джойс и не рисковал подправлять ей технику считая себя скорее спарринг партнером и человеком который старается ее поддержать и помочь что касается томаса хогастеда то он пришел явно с какой-то определенной четкой программы которую он хочет реализовать и судя по тому что вот сейчас заметил заметил прогресс и не надо обольщаться техника не встает на место в течение месяца другого она нуждается в том чтобы сначала ее освоить до конца потом что еще и чтобы она и закрепилась и в решающие моменты обычно технические погрешности всегда выходят на аванс цену поэтому тут это довольно долгий процесс но сейчас можно заметить что есть очевидные сдвиги кроме того очень приятно что маша выходит нам на каждый матч имея какой-то голове совершенно четко определенный рисунок который она должна которому она должна следовать отлично ну вот это уже чутье это уже интуиция потому что маша даже не смотрела в сторону но она уже бежала вперед она уже бежал вперед именно ощущая можно сказать спиной что стосор выполнил укороченный именно поэтому очень легко нашла ответное решение 15-0 15-0 на жалко потому что движение было очень красивое но и немножечко не точный удар первые очень хорошие розыгрыш это не стесно нужно не сделать вывод что она уже пошла в игру пока еще наверное рановато так решать но сейчас нужно думать уже маша нужно будет поработать еще по ответственнее хотя она в общем настроена хорошо 14 2 пока количество выигранных мячей второй был мяч выигран стос аORDY H Tommy 5 . . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я не знаю, талисманы ли они чемпионаты, или на самом деле самые главные герои итальянского тенниса из ныне живущих. Но, так или иначе, они всегда в центре номинара. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Ну, вот это Илья Анастаса, очень известный румынский теннисист. Очень часто он, в общем, большей частью живет в Италии тоже. Не раз выигрывал открытый чемпионат Италии. АПЛОДИСМЕНТЫ 40-0. Первый гейм, в котором Саманта выступает достойной соперницей. Для Маши это хорошо, что Австралийка включилась в игру уже в конце первого сета. Таким образом, у Маши, еще имея маленькое преимущество в первом сете, почувствует игровую борьбу. То есть будет... Предположим, второго сета, когда она может выпустить соперницу из-под своего влюбления. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас такой простреленный удар, который не получился. Все близкие, которые болеют у Саманту, естественно, пытаются ее поддержать. Очень важный такой для нее момент, потому что очень трудное сейчас ее положение. Не позавидуешь, но игроки экстра-класса потому и добиваются чего-то, что они умеют и в таких ситуациях принимать какие-то решения, находить себя. Дэвид Тейлор, который тренирует Саманту, он очень хороший специалист, очень тонкий. Он именно мастер женского тенниса и, наверное, знаток женской психологии, знает, как их выводить из трудного состояния. Он с Алисой Молик работал, которая тоже имела потенциально очень такие перспективные возможности, но никак не могла их реализовать в реалии. И именно Тейлор помог найти свою игру Алисе Молик и помог ей одержать определенное количество побед, может быть, чуть-чуть позже, чем Алиса могла. Она могла бы это сделать и раньше, как это произошло с Самантой Столсовым, потому что она тоже была где-то в плавании. Она меняла тренеров, искала поддержки, делала ошибки, но, наконец, потом попала в руки очень толковому и очень талантливому и знающему специалисту, что и помогло ей стать игроком такого уровня. Немножечко поздновато. Отлично подала сейчас Маша. Обратили внимание, как она вынесла вперед предплечье шаг подачи? А потом был срыв. Из-за того, что у нее была травма, из-за того, что она все время берегла плечо, плечо ее беспокоило. Она его, можно сказать, сорвала из-за того, что она так мощно подавала. Потом она изменила движение, никак не могла найти подходящее, толковое. Нельзя сказать, что она сейчас уже дошла до совершенства. Проблема двойных ее еще пока беспокоит, но она в этом направлении работает. Вот сейчас, видите, вошла в ритм. Стусор и чем она опасна. Как быстро она отвечает. Ее удары не просто мощны, они идут очень стремительно. Она как бы принимает мяч, немножечко опережая в темпе соперницу. Сейчас очень был показательный с этой точки зрения розыгрыш. Вот она двойная. 15.30, потому что наладила игру Стусор и немножечко начала волноваться Маша. Ну, она сейчас войдет в такой тонус, который уже будет сугубо игровым. В финале никогда не бывает совсем простой жизни. Ее и не надо ждать. Просто все началось уж слишком удачно. Вот видите, как заиграла сейчас Стусор. Сейчас уже нельзя сказать, что Шарапова ведет игру. 15.40. Вот гейм на подачи соперницы выигрывает. А солистская теннисерская 4.2. Очень собранная и достаточно агрессивно начала игру Шарапова. А потом как-то немножко успокоилась из-за того, что легко все приходило. Сейчас она должна найти тот же настрой, который был у нее в самом начале. Удачный розыгрыш для Маши. Глубоко сыграла. И остров 0.15. Ну, отлично. Ну, предыдущим ударом она открыла корт, и остальное все было такономерно. Вот он, тот выигрышный удар. 0.30. 0.40. 0.40. 0.40. 0.40. То и другое стопроцентный результат реализации брейкпоинтов. Хорошая такая, как веер была. Сначала в один угол глубоко уходящим мечом. Вот он. А затем в другой уже обратным кроссом. 15.40. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, срывается меч. Не выдержала. Вот это то, что вообще характерно для игры Шарапова. И не хватает немножко терпения, когда игра идет довольно затяжная на задней линии. Но накануне она показала, что умеет все-таки в этом направлении работать. 30.40. Вабрейкпоинт отыграл Стоссер. Очень важный кей. Все-таки выиграла Маша, удержала свое преимущество. И 5-2. Ну, какие трудности поджидают Шарапова. Мы вот сейчас уже после окончания семи геймов можем определить. Немножко она уступает в скорости Стоссеру. Ее удары более основательные, более размашистые, как-то более эффективные, нежели у Стоссер. Но Стоссер компенсирует вот эту свою, может быть, такую лаконичность действий именно темпом. Вот за счет темпа, а как следствие за счет скорости, она чуть-чуть выигрывает у Шараповой. И вот здесь Маше нужно быть особенно внимательной и контролировать эти действия Стоссера, наверное. Или попытаться их как бы свести на нет. То есть, значит, чуть-чуть опережать в атаке свою соперницу. Посмотрю, как сейчас это получится. Сейчас подавать будет Шарапова. Ну, смешно говорить, что ей нужна первая подача. Ну, хотелось бы. Хотя прогноз погоды неутешительный на вечер. Тоже написано, что возможны дожди. Но пока вот как будто бы небо такое бледное, белое. Серо-белое. Новыми мечами подает Маша. Ох, какой прием был хороший. Гривила, тем не менее, сама-то. Несмотря на то, что подавала Шарапова. Очень хороший был прием. Ну, вот это вот на ваших экранах Мануэло Сантана. Испанский теннисист известный. Он был первым среди испанцев, кто выиграл. Он был донский турнир и побеждал здесь, на итальянском чемпионате. И многократно выигрывал открытое пианиство Франции. Угадала, но не попала. Угадала, но в корт не сумела направить мяч. 0.30. Очень хорошо справляется Столсер с приемом подачи. И уже после первого же удара своего она захватывает инициативу. И именно поэтому Маша непросто. Для этого нужна, конечно, первая подача. Именно поэтому нужно держать игру в своих руках. Как она это сделала. Посмотрите, как Столин сейчас подала. Подача на вылет и 15.30. Играет музыка. А вот по 30. Перевод был задуман неплохо, но реализован не лучшим образом. Попал мяч, тем не менее, и, по-моему, первую подачу будет выполнять Шарапа. Попал мяч, тем не менее, и, по-моему, первую подачу будет выполнять Шарапа. Попал мяч, тем не менее, и, по-моему. Вот удивительно, что подрезанный мяч, который сейчас выполняет Столсо, постоянно играя против Шарапова, предполагая, видимо, что Маше трудно с ее высоким ростом вот этот вот низкий ползучий мяч поднимать, вообще-то он обычно достаточно стабилен и надежен. Он как раз помогает теннисистам избегать ошибок, но на этот раз он немножко подводит Столсо. Она очень часто играет неточно именно вот этим подрезанным ударом, это удивительно. Вот видите, как она сейчас изменила подачу, какой у нее боковой вынос красивый сейчас стал при выполнении подачи, и очень хорошая концовка. Удар слева всегда у Маши был, по-моему, самым надежным и самым опасным ударом. Он очень чисто и подходит к мячу, и очень хорошо входит в мяч. И уверена в нем, что очень важно. Вы знаете, накануне, когда она победила Каролин Возняцкий, вы, наверное, если смотрели, вы не могли не запомнить, как она радовалась, когда она одержала эту победу. Она на протяжении всего матча была такой мрачной, натянутой, как струночка, как она обычно, сосредотачиваясь целиком и полностью на игре. Но как только она выиграла, ну, просто нельзя было не радоваться вместе с ней.